Уважаемые коллеги, разрешите представить вам случай наблюдения достаточно редкой доброкачественной опухоли, которая локализована в молочной железе, зернистоклеточная швонома. Пациентка возраста 64 года. Она выявила уплотнение в ткани левой молочной железы при самообследовании в конце июля 2016 года. Обратилась в поликлинику с данными жалобами по месту жительства, где была выполнена компьютерная томография органов грудной клетки и в нижнем идеальном квадранте левой молочной железы было выявлено образование диаметром 2,1 см. Выполнена тонкоигольная пункционная биопсия и гистологическое исследование. Диагноз был установлен как импильтративная карцинома неспецифического типа Т2Н0М0. С данным диагнозом пациентка поступила в мамологическое отделение нашего университета с целью проведения оперативного вмешательства, где и была выполнена подкожная радикальная секторальная резекция молочной железы. Макроскопический операционный препарат был представлен сектором молочной железы размером 6,5х5х3,6 см. Сосок-ориентированный край был маркирован нитью. Также в материале была жировая клетчатка акселярной области с лимфатическими узлами. При рассечении сектора в центральной его части определялось округлое плотноэластическое образование с относительно чётким контуром белого цвета размером 2,5х2,4 см. Опухоль находилась на 0,3 см от ближайшего края резекции, ближайший край резекции рёберный. При гистологическом исследовании обратила на себя внимание строение данной опухоли. Преимущественно она была представлена солидными структурами с тонкими прослойками соединительной ткани. Также обращает на себя внимание, что в ткани опухоли определялись немногочисленные мелкие протоки молочной железы, не вовлечённые в опухолевый процесс. Клетки образования имели достаточно характерную морфологию. Они были очень крупные, овальные либо округлые, с мелким ядром, в большей части из них оно центрально расположено. И также отмечала на себя внимание выраженная зернистость цитоплазмы. Так как первоначальный диагноз был установлен как инфильтративная карцинома неспецифического типа, мы в первую очередь выполнили стандартную панель иммуногистохимических исследований для опухоли молочной железы. Определялся рецепторный статус и определялся индекс пролиферации. И на данном слайде мы видим, что клетки образования не экспрессируют эстероген, прогестерон, стердванью. И с этой целью, чтобы исключить эпителиальное происхождение данного образования, мы поставили реакцию к мультицитокератинам, которые имеют слабое фоновое окрашивание. Фактически реакция клеток данного образования не прошла. На основании морфологии данного образования, то, что клетки были крупные, метозы не встречались, не было выраженного полиморфизма клеток, а также на основании предыдущего наблюдения, после счастливой случайности за две недели до исследования этой опухоли, у нас проходил случай зернистоклеточной швономы в типичной локализации. Зернистоклеточная швонома – корни языка. Мы сравнили два эти образования, и нам показалось, что эти опухоли похожи. Именно поэтому мы назначили реакции С100 и СД-68. И на данном слайде мы видим выраженную экспрессию диффузную в цитоплазме С100 и чуть менее выраженную СД-68. Индекс пролиферации в данной опухоли был менее 1%. На основании морфологии иммуногистохимического исследования нами был установлен диагноз зернистоклеточная швонома молочной железы и ее историческое название – опухоль абрикосова. Пациентка после операции была выписана в удовлетворительном состоянии. Спасибо за внимание. Спасибо, Дарья Михайловна. Какие будут комментарии? А почему вы назвали ее швономой? Швономой? На самом деле у этой опухоли достаточно большое количество названий. И последнее представление о гистогенезе данной опухоли считается, что все-таки она происходит из швановских клеток. Хотя ее ранее называли и зернистоклеточная миобластома, и зернистоклеточная миома. Ну, действительно, раньше эту опухоль считали, что она мышечного происхождения, но на сегодняшний день в классификации она называется гранулярно-клеточная опухоль, и она действительно энеректодермального происхождения, но не швановского, насколько мне известно. Спасибо. Еще комментарии? Да, Татьяна Юрьевна. Как поменялось на дальнейшую картику? Спасибо большое за очень интересный, яркий доклад. Хотела бы просто узнать, дальнейшую судьбу этой пациентки. Какая-то отсвеженность есть? Что после этого? Пациентка чувствует себя удовлетворительно. Единственное, что во всех лимфатических узлах опухолевых структур мы не обнаружили. И пациентка обратилась в Роспотребсадзор по этому поводу. Понятно. Спасибо. А трепан-биоптат не удалось посмотреть? Трипан-биоптат, понимаете, здесь такая ситуация. Мы пересматривали материал от этой пациентки. Первичный диагноз был инфильтративный карциномы неспецифического типа. Уже на трепан-биоптате мы осуществили весь вот этот перечень иммуногистохимических реакций и поставили вот данный диагноз. Но хирурги расценили, что мы ошиблись, это достаточно редкая опухоль. И всё-таки они решили продержаться первоначального диагноза и произвели секторальную резекцию с удалением акселярной жировой ключи. Понятно. Спасибо.